здравствуйте я рада всех приветствовать меня зовут мария соколова я директор в компании reflame занимаюсь вопросами питания около пяти лет потому что я веду клуб wellness life и у меня есть проект стране и вместе почему я за эту тему взялась потому что поняла что никто кроме меня оказывается некоторое время я осознала не ответственен за мое здоровье и если я узнавала какую-то информацию здоровскую я могла ей поделиться с другими и я решила это делать более как бы целенаправленно вся информация пропущена через меня я не врач я педагог по образованию но я в любом случае человек и стараюсь донести общие вещи которые пригодятся всем если вы с чем-то не согласны или например наоборот во что-то заинтересовало я вас прошу найдите эту тему в интернете сами поищите да потому что меня очень многие доктора в своих лекциях чем-то заинтересовывали и я дальше и дальше начинала что-то изучать не претендую на истину в последней инстанции но надеюсь буду вам полезна все-таки когда один человек делится именно своим опытом то обогащаемся мы все то когда я слушаю кого-то этот человек свой опыт передает и опять же богаче становимся мы все и так сегодняшняя тема нашего прямого эфира это профилактика или да ну ее почему я так назвала эту тему потому что действительно профилактику как бы слово это знают все но думают практически многие это потом это не важно это будет не со мной я буду всегда молодой здоровый и вообще мне сейчас некогда да я подумаю об этом потом почему я так говорю потому что я тоже живой человек я наверное это и сама была таких мыслях поэтому ничто живое мне не чуждо но в любом случае когда я узнала информацию когда я вообще задумался здоровье узнавала информацию я делала изменяла свою жизнь а я получала очень хорошие результаты поэтому я думаю что я имею право не говорить но давайте же мы сначала определимся что такое профилактика у всех в голове может быть свое слово до определение этого слова давайте мы обратимся все таки к такому более научному и общему определению сейчас мы посмотрим вот профилактика это комплекс мероприятий направленных на обеспечение высокого уровня здоровья людей их творческого долголетия устранение причин заболеваний в том числе условий труда быта и отдыха населения охраны окружающей среды получается что у нас профилактика это комплекс мероприятий так как каждый человек силен в чем-то своем и мне сейчас больше интересна тема здоровье и питание то я хочу немножко с этой темы сегодня вас поближе познакомить с этой стороны но изначально опять же хочу вас немножко погрузить в жизнь до чтобы вы немножко расслабились и принимали эту информацию на себя всем добрый день кто присоединяется я рада что вы пришли на мой прямой эфир присоединяйтесь будем будет сегодня интересно и так конечно мы все хотим быть здоровыми но обычно у нас еще ну вот я чисто за себя да получается у меня был какой-то резерв да я была молода я жила в семье потом я вышла замуж я рожала детей но правда я когда беременна была я обязательно например пила витамины теперь я думаю слава бог вот в любом случае я жила но чаще мы живем на автомате да по привычке так все живут и получается что в какой-то момент я начала задумываться о здоровье и одновременно у меня стали попадаться интересные факты из жизни например мы какое-то время назад купили машину да это как раз лет шесть семь назад и можно нужно было всегда планово ездить на т.о. да техническое обслуживание и он исправно ездил то есть мы машину новую особенно мы бережем мы ездим делаем профилактику а вдруг что-то стукнуло а вдруг что-то замигало и мы переживаем потом может был такой еще случай рядом с нами был зоомагазин и мы туда с детьми ходили смотреть животных потому что там их тоже продавали и однажды мы уже выходим я встречаю свою знакомую на кассе и она покупает своему питомцу питание и я слышу она говорит витамины ну как бы я это услышала а при выходе я с ней здороваюсь понимаю что она приболела да что она гундосит и я говорю ты кошки-то витамины купила а сама-то витамины пьешь она говорит нет я говорю а почему и человек как-то пожал плечами что мы о себе не думаем да вот в этот момент у меня начали складываться вот эти пазлы в том что а как же я-то а что же я-то да тут профилактику машины мы делаем своим питомцам да о детях мы думаем о себе и в первую очередь каждый человек должен обеспечить себя и потом уже когда он будет здоров весел активен он сможет помочь другим это все равно что вы знаете правила безопасности в самолете что если что-то случается нужно надеть кислородную маску если ей летит мама с ребенком то первую первому кому одевает мать кислородную маску это себе потому что если она наденет ребенку а себе не успеет погибнет и ребенок и она согласны поэтому изначально давайте думать сначала о себе если что-то будет пробовать на себе и потом когда уже получите результаты то вы тогда сможете с большим воудушевлением и уверенностью рассказывать о том что вы услышали да или о своих результатах итак про питание почему оно так важно потому что мы едим каждый день это то что попадает в нас каждый день без чего мы не можем получается что качество входящего потока важно но в суете по незнанию может быть по какой-то некогда подумать по привычке мы не задумываемся о входящем потоке не читаем состав и наш организм как фильтр в себе все пытается переварить если нет то он задерживает то есть в любом случае мы то что мы едим организм из воздуха себя построить не может и мы все хотим быть здоровыми здоровая клетка я вам часто показываю картинку что она состоит у нас из воды то первая профилактика в питании это у нас будет вода я всегда с собой держу стаканчик рядом с водой потому что основы жизни вода я не буду останавливаться на этом долго но я вам просто могу сказать если вы не хотите пить это все равно что вы не хотите дышать это одно и то же потому что вода и кислород это жизненно важные наши два основания без воды невозможна жизнь и без кислорода невозможна жизнь итак дальше мы с вами сейчас живем в современном мире очень часто мы не ведем огороды мы получаем питание откуда из магазина хорошо если кто-то ездит на фермерские какие-то да там распродажи или рынки а еще бывают магазины правильного питания например вкус вилл но в любом случае надо везде все читать все составы для того чтобы понимать что в вас попадает итак если мы идем на профилактику с точки зрения питания нам нужно понять что нашему организму жизненно необходимо первое я уже сказала это вода второе это белок почему белок потому что я когда услышала эту информацию она во мне так засела что я ее постоянно ношу в себе мы если вот высушить клетку и посмотреть сухой остаток мы на 70% вот этот сухой остаток состоит из белка получается что мы с вами должны его обеспечивать хотим мы не хотим а надо это нужно не нам это нужно не голове нашей что мы хотим или не хотим это нужно физиологии природе по природе мы должны обеспечивать это если вы например купили ягуар машину или вы купили калину вы какими будете и сколько заправлять туда бензина и вы будете понимать что в ягуар вы будете заправлять одного класса бензин а в жигули вы будете другой класс заправлять что ягуар это мощный мотор и ему нужно больше бензина вы будете больше загружать туда и жигули который ездит со средней скоростью ему нужно например столько-то литров на 10 километров но в любом случае в любом случае мы всегда знаем что мы должны обеспечивать нашу жизнь нашу нагрузку и хочу вам показать вот такой слайд сейчас мы посмотрим закон науки о питании что химический состав рациона должен покрывать физиологические потребности в пищевых и биологически активных веществах закон науки о питании то есть это настолько важно что здесь даже ввели это как закон по большому счету получается что то что мы получали когда родились просто так нас кормили родители и потом когда мы начали зарабатывать и мы дальше продолжаем себя кормить это тоже должно как-то быть осознанно не просто на автомате питаться потому что вот меня мама кормила так и я так буду кушать но во первых разные были времена когда жили наши мамы и в каких условиях живем мы сейчас согласитесь потом открытия вот говорят вот наши бабушки а вы знаете что антибиотики как бы активно вошли в нашу жизнь после войны правильно получается что те кто родился и жил до войны они вообще не знали антибиотиков у них было все равно более здоровое питание во первых было не так много как сейчас в магазинах и оно было пускай как бы не так легко доступно но оно было более здоровое поэтому у них заложено уже более здоровые основания для того чтобы прожить дольше поэтому честно говоря нас сравнивать наше поколение ну нельзя надо сейчас жить в наших реалиях у нас сейчас рождаются дети и они рождаются уже в новой реальности с новым питанием с новыми условиями поэтому какую профилактику мы должны делать это вода это обеспечение белка и очень важно понять что мы должны еще и раз мы такие основные создали моменты не должны ограничивать себя в качественных жирах вот маргарин выбрасываем сразу да всякие какие-нибудь там что-то подозрительные масла то же самое модифицированные гидрогенизированные это по-другому так маргарин как бы прячут да или написано растительный жир и написано какой тоже желательно не брать получается что если мы с вами обеспечиваем воду белки и жиры которые жировая мембрана у нас потом уже мы нуждаемся в следующих жизненно важных компонентах витаминах и вот пожалуйста еще один слайд по данным НИИ питания в рационе россиян из года в год выявляется хронический дефицит основных нутриентов включающих 15 витаминах и около 30 минералов особенно острой проблемой являются дефициты витаминов в частности витамина С до 70% населения фолиевые кислоты витамина В до 80% населения минералов железа 20-40% кальций до 60% йода до 70% а йод это здоровая щитовидка а у нас очень много отклонений по щитовидной железе по гипотириозу поэтому вот пожалуйста подтверждение стилена вообще мало 95% дефицит обеспечения всего 5% цинка вот по Санкт-Петербургу дана что вообще 100% получается дефицит и откуда мы получаем из питания и оказывается к сожалению современные продукты питания обеспечивают потребность организма в микронутриентах не более чем на 5-6% это вообще когда я увидела меня поразило я думала ну что хотя бы на 30% мы обеспечиваемся что определяет их многолетний хронический дефицит в питании населения и там подпись из рекомендаций парламентских слушаний государственной думы от 15 ноября 2012 года поэтому если вы думаете что там наверху ничего не знают они знают все но уж как и что они делают наше правительство это уже другой вопрос если они не могут нас обеспечить мы должны обеспечить питание тогда себе сами спасение утопающих дело рук самих утопающих вы это знаете я хочу тогда вам сейчас еще показать одну вещь интересную у нас есть например в oriflame добавки которыми я пользуюсь когда я не успеваю покушать с утра когда я встала мне нужно накормить трех детей проводить их в школу можно накормить и на работу его проводить а для себя ну я же потом да у меня график позволяет мне бежать к восьми часам на работу я кушаю потом но такая рекомендация диетолог гласит что в течение сорока минут после того как вы встали желательно покушать когда когда там не до себя вот я тогда себе наливаю протеиновый комплекс так как у нас белок это как бы нужная вещь изначально мы всю ночь спали у нас белковое голодание и сразу выпиваю наш волныспек все я обеспечила себя как бы свой организм залила бензин и поехала в утро в жизнь делать дела после того как я всех проводила я уже спокойно могу сесть и поесть и так зачем нам нужен белок вот информацию о белке я услышала отсюда и теперь она у меня всегда со мной я думаю что она теперь будет и с вами давайте послушаем почему белок важен потому что с той поры как был изобретен микроскоп было выяснено что 70 процентов клетки состоит из из этой бесплаты это никого из до 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 И идёт прямой перевод со встречи с ним. Он приезжал к нам из Швеции. Сейчас девушка переведёт. Так вот, в тот момент, когда микроскоп был изобретён, они клетку начали разглядывать и увидели, что 70% что-то там есть. Да, и они не знали, что это такое и как это назвать. И поэтому название родилось само. Протеин означает первый и самый важный. Для того, чтобы помнить, что если мы представим, что машина должен иметь какой-то визуальный ряд. Представьте себе машину. В машине должно быть масло. Масло у нас это что? Жир. У нас есть бензин. Бензин это что? Углеводы. Так вот, всё остальное, что есть в машине, это белок. Класс. 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 А пищевый, это белок. Класс. Бензин можно разглядывать микроэлементы. Класс. что вы получаете все, должны быть обязательно другие добавки. So it is important for you to understand that if you live only on витамины, минералы и антиоксиданты, you will die within two months. И очень важно, чтобы вы понимали, что если вы будете жить только на витаминах, на жирах и на антиоксидантах, то в течение пары месяцев вы умрёте без белка. Все и не сразу. Не бойтесь. Белок важнее, чем витамины и минералы. Да, и я здесь не для того, чтобы сказать вам, что вы должны услышать, а не то, что вы хотите услышать. Некоторые вещи будут не очень приятны. Вот понимаете, да, что даже Стикстен, он профессор кардиоторакальной хирургии, у него научный свой центр. И получается, что он знает, что он изобрёл, зачем он изобрёл и что нам даёт здоровье. И вот что он говорит о ПЭКе. Сейчас я вам перемотаю немножечко и поставлю. Вот. То, что я пью с утра. Стикстен, у нас это просто фантастический продукт. Только продукты высочайшего качества он содержит. И мы все знаем, что, например, даже в Вестернем мире, 20% пожилых людей очень плохо питаются. И много молодых людей, студентов и другие, они не едят хорошо. Они также находятся в молитву, и они даже могут быть депрессированы. Да, и что говорить о молодых людях, особенно о студентах, они просто неправильно питаются. И от этого возникают разные заболевания, в том числе и депрессия. Это означает, что практически все люди должны получать дополнительное питание, дополнительное питание в виде витаминов и микроэлементов. Ну вот, да, вы услышали. Стикстен из Швеции. Швеция входит в десятку стран, которые читаются по уровню благосостояния, одни самых благополучных, и по долгожителям они тоже входят в десятку. Получается, что Стикстен говорит, что даже 20% в Швеции пожилого населения питаются плохо, и студенты, и у них питаются плохо. Давайте посмотрим, какая экономическая ситуация в России, и можете представить, в каком дефиците находимся мы, к сожалению, да. Поэтому надо это исправлять. Я вам сейчас еще поставлю на часто встречающийся вопрос такую информацию, где Стикстен отвечает, а зачем здоровым людям витамины, да. Мы же с вами вроде бы как здоровы, мы чувствуем себя хорошо, только почему-то после 40 лет у нас вот это обнаружили, или после 50 лет у нас остопороз, и все такое. Откуда что взялось, да, где к нам это прилипло. Поэтому все нарабатывается со временем, и нам нужно резервы организма восполнять, а не задействовать его на полную катушку. Итак, давайте посмотрим, зачем здоровым людям пить витамины. Так, сначала, вот. Почему, например, люди, которые чувствуют себя здоровыми и не ходят по докторам, в принципе, временами, а то и часто едят фрукты и овощи, для чего им нужны витамины? Зачем это? We are back to our nutrition questions. Для существования человеческого организма необходимо 13 основных витаминов. And it's 4 5-soluble vitamin A, D, E, K. Это витамины A, D, A, D, E, E, K. And then we have 8 water-soluble B-vitamins, necessary. И 8 водорастворимых витаминов группы B. Это самые необходимые витамины для человеческого существования. And lastly, we have vitamin C. И, конечно же, витамин C. So 8 плюс 1 плюс 4 is 13. Таким образом, 8 водорастворимых, 4 жирорастворимых, 1 витамин C, и того 13. И все эти витамины обычно находятся в том еде, которую мы употребляем. But studies of population in the Western world show that many people, even adult people, don't have this vitamin in their blood. That means they don't eat enough for a correct food. Однако многие исследования показывают, что в организме современного человека недостаточно витаминов, даже если они питаются правильно. И сейчас уже многие видные профессоры и в Америке, и везде по всему миру, говорят, выступают за то, что людям просто необходимо принимать витамины. And that's the reason why Oriflame has developed this wellness pack. And there you get all the vitamins, but not in so high doses, that if you also eat food, you could get too much. They are safe to take as an insurance. И именно по этой причине, для поддержания жизни современных людей, наших лидеров, Oriflame разработал wellness pack, чтобы люди получали полноценное питание для организма, и это не было бы в избыточных дозах. То есть те витамины, которые есть у Oriflame, они не препятствуют обычному приему пищи. Итак, получается у нас с вами еще одно подтверждение, что мы с нашим, к сожалению, бедным питанием не можем наесть столько витаминов. Но в моем проекте «Стране вместе», когда я начинаю смотреть рационы людей, я понимаю, что изначально люди не дополучают белка. Дело в том, что оказывается, белок у нас не синтезируется полностью. Нам нужно 20 аминокислот. 12 организм может синтезировать сам, а 8 нет. И 8 получается аминокислот мы должны поставлять только с едой. И если какой-то аминокислоты нет, то приостанавливается создание всех белков, куда входит эта аминокислота. Представляете, насколько важно нам обеспечивать поступление. А раз все замедляется, то замедляется обмен веществ. А в любом случае мы что-то не доели, организму-то надо, он не может приостановить свои процессы. Он должен нам, чтобы сердце билось, чтобы мы дышали, мы не покушали, нам было некогда, но нам нужно, чтобы голова соображала. А почему? Как он будет это обеспечивать? Конечно, у организма есть свои резервы. И вот профилактировать эти резервы очень нужно, пускай они будут. А вот постоянное обеспечение, ежедневное, нам нужно обеспечивать с питанием. Так вот, запомните такую информацию. Белки и витамины в организме не синтезируются и не накапливаются. Жиры накапливаются, углеводы в виде жира накапливаются. А вот витамины и белки не накапливаются. Получается, что нам нужно их кушать каждый день. Вот только какие и сколько, здесь уже другой вопрос. Не буду на этом останавливаться. Вы тоже можете погуглить. Но главное, чтобы в каждом питании, в каждом приеме пищи у вас должен быть белок как основа. И уже сверху мы смотрим, сколько у нас в день попадает к нам витаминов. Обычно мы витаминов сейчас не доедаем. Витаминов, минералов об этом говорит. Что еще? Давайте посмотрим, опять вернемся немножко в жизнь. И тогда, когда я была молодая, у нас была одна больница и две аптеки. Одна основная, там еще делались лекарства по рецепту. А вторая маленькая еще аптека была. Она дежурная, как бы так считалась. Сейчас, если посчитать все аптеки в городе, то у нас их уже больше десяти. Я уже сбилась со счета, потому что они закрываются тут, открываются там, но они выросли как грибы. Почему? А еще у нас открылось три медицинских центра. По сравнению с тем, что наша больница продолжает как бы работать, она полностью укомплектована. Но почему-то у нас появляется. У нас появилось очень много частных стоматологий. И вы знаете, туда еще надо записаться. Получается, что мы вроде бы храбримся, что нет, нам все хватает, все хорошо. Но когда начинается, ну что-то вот приболели, и когда человек приходит в больницу, говорит, о, до народа-то оказывается сколько. Да, в этом плане. Вот тогда окунаешься немножко в эту среду, приходишь в аптеку, а там очередь. И такие суммы озвучивают на вот это вот лечение, что человек говорит, а что-то другое есть, да, то есть ему хочется сэкономить. Вот это вот, как бы, или аналог какой-то подобрать. У нас, к сожалению, мы не обеспечив себя питанием, не вложив деньги в питание, да, в профилактику, мы потом эти деньги относим в аптеку. И самое интересное, что иногда такая ситуация бывает, что мы просто не можем не отнести эти деньги в аптеку, иначе нам будет хуже. Вот тут мы, даже на лечение, я знаю, берут кредит. Вот тут мы деньги тратим, ну, как бы, так сказать, закрыв глаза. А вот чтобы профилактировать, да, я же знаю, например, что мне будет когда-то 60, сейчас мне 43. До 60 мне осталось 17 лет. Сейчас я закладываю фундамент того, что я получу в 60 лет. Почему? Например, в костях. Кости обновляются в течение, вот в моем возрасте, 13-15 лет. Сейчас я в кости закладываю то, что будет служить мне до 60 лет. Вы представляете? А мы об этом даже не задумываемся. У детей быстро все происходит. У них в течение 7 лет косточки обновляются. А вот у нас медленнее. Мы то, что мы едим, получается, не додавая что-то, мы изначально себя изнутри стираем, подтачиваем, да, ослабляем. Внутри мы не видим себя, настолько можем, да, УЗИ или рентген видеть. Но это в любом случае мы, как бы, они всего не показывают. Вы знаете, что, например, УЗИ показывает только вот желчно-каменная болезнь, когда в желчном пузыре накапливаются камушки. Вы знаете, что она показывает только третью стадию, когда камушки начинают кальцинироваться. Она не показывает тогда, когда желчь сгущается, но это же, ну, как бы, свой, как сказать, желчь-то она же своя, то есть ее УЗИ не видит. Когда она даже с мягкие камушки скатывается, он ее тоже не видит. А вот когда они начинают кальцинироваться, когда они уже начинают превращаться действительно в камни, вот тогда УЗИ вам все покажет. Но это уже будет третья стадия. Получается, что не надо до этого дотягивать. Раз такое бывает, вода, белок, качественные жиры, витамины, минералы мы должны себе обеспечивать. По чуть-чуть. Ежедневно. Я свой пост, кстати, начала, когда вас приглашала на прямой эфир, с того, что девушка сказала у меня в офисе, значит, ты можешь 100 рублей себе на сигареты каждый день тратить, а я не могу на витамины каждый день себе тратить. И кто из нас больше заботится о здоровье, да? Во что мы вкладываем деньги? Финансовый вопрос, он, конечно, очень злободневный, но если подойти с точки зрения жизни, с точки зрения, что ты самый дорогой человек у себя, подумайте, может быть, действительно стоит прислушаться, может быть, не просто так придумывают эти витамины и не хотят на нас обогатиться. Вот в качестве витаминов там уже, да, нужно выбирать. Вот насколько я понимаю, что сейчас уже не стоит выбор, пить или не пить. Здесь пить нужно, но смотря какого качества и какие, да? Мы иногда хотим немножко схитрить. Мы говорим, вот сейчас я попью, а потом не буду пить, да? Или вот начал, но я что-то ничего не почувствовал, никакого эффекта. Я тогда спрашиваю, покажи мне свое рацион питание. А там чай с булочкой, суп вермишелевый с картошкой, да? Может быть, сосиска, если это еще хорошо, да? Вечером будет сарделька с макаронами. Он считает, что поел. Я говорю, а белок-то где? Как у тебя витамины? Что у тебя будет осваивать витамины, когда у тебя белка получается? Нет, и витамины просто не работают. Некуда встраиваться. Ты воду пьешь? Нет, я три раза чай пью. Я говорю, замечательно. А ты знаешь, что чай обезвоживает, кофе обезвоживает. А вода, она ускоряет все процессы, она вымывает токсины. Конечно, человек просто не почувствует эффект от витаминов, потому что почки их просто выведут. Получается, что только мы на страже своего здоровья. Но понять, почему это надо делать, нужно обязательно. Не верите мне, пожалуйста, проверьте. Проверьте, и потом получите результаты. Я результат получила. 91-92 килограмма у меня было. В течение полутора лет, когда я добавила в Велнос продукты в свой рацион, и поменяла немножко рацион, добавила белка, убрала быстрые углеводы. В основном количестве, да, они что-то попадаются, но редко. У меня ушло даже где-то больше 15 килограмм, но я себя уже просто, мне не нравилось, как я выглядела, что я сознательно даже нарастила себе еще 5 килограмм, чтобы выглядеть как более женственно, можно так сказать. Понимаете, все можно сделать. Главное, не разрушить организм до такого состояния, что он не сможет отыграть назад. Поэтому, пожалуйста, задумайтесь о себе. Вот не надо пока сейчас ни о ком думать, ни о диетях, ни о мужьях. Вы пока подумайте о себе и проанализируйте свой рацион питания. Сначала поменяйте это у себя, получите результат, а потом они сами к вам подтянутся. Они сами захотят быть похожими на вас, чтобы вы были веселыми, активными и везде все успевали. Пусть они вам по-хорошему завидуют, да, и по-хорошему начнут к вам присоединяться и спрашивать. А что это ты так ешь? Ага, значит, ты так ешь, значит, результат хороший. Давай-ка я попробую, да. Дальше. Есть у нас институт питания РАМ. И хочу вам показать тоже отрывок из интервью с Ольгой Николаевной Григориан. Это ведущий сотрудник этого института питания. И задавали вопросы про витамины. Здесь прям две минуточки я вам поставлю. Говорят, что некоторые витамины нужно пить раздельно. Пошли слухи, да? А в Велнессе все вместе. Как же быть? Ну как быть? Принимать все вместе, потому что шведская компания очень современные технологии использует. Этому надо просто верить. Сейчас уже мир ушел от тех сложных технологий, когда выпускались витамины, несовместимые друг с другом и с минералами. Но, в общем-то, медицина развивается, развивается медицинская промышленность, фармацевтическая промышленность. И я вам гарантирую, что это давно проверено. Это имеет высокий знак качества. Витамины и коктейли прошли все стадии проверки. И в том числе имеет знак качества GMP. Если вы в курсе, это самый высокий мировой знак качества продукции. Поэтому не надо сомневаться, что вы что-то недополучаете или что-то у вас не всасывается. Как говорится, бренд компании и сама компания гарантируют, что это полноценный продукт, и он оказывает пользу для здоровья. У меня есть тоже самый распространенный вопрос. Меня очень часто спрашивают, нужно ли курсами пить витамины и нужно ли делать перерыв между приемом витаминов. Да, это есть такой вопрос, и довольно часто его задают. Но витамины по своему названию предполагают, что они жизненно необходимы. Это название, вита, жизнь. И поэтому исходите из того, что, я думаю, что в основе вашего вопроса, ну, некоторая такая хитрость, как бы вообще, ну, может быть, сэкономить, может быть, не так привязываться к этому продукту. Не думайте, что это специально навязывается вам вот какими-то вредными диетологами для того, чтобы вы вот слушались их. Без витаминов ежедневно вы не сможете выполнять все те задачи, которые ставит перед вами жизнь. Вы же не питаетесь курсами. Курсами пьют антибиотики, определенные другие лекарства, сложные лекарства. Это лечение витамины, это профилактика. И поэтому употребление витаминов должно быть ежедневным, так же, как и употребление белковых продуктов. Пожалуйста, не экономьте на своем здоровье. Через 10-15 лет вы получите уже негативные результаты и будете сожалеть о упущенном времени. Ну вот, получается, что мы еще раз видим подтверждение того, что действительно витамины принимать нужно и нужно постоянно. Мне задают часто вопрос, ну вот в аптеке витамины есть, да, или то, что доктор назначает, и ваши витамины. Я говорю, вы знаете, ребят, я такой человек, я всегда копаю глубоко. Есть разные категории витаминов. То, что продается в аптеке, там может быть дозировка витаминов, например, там магний В6, завышена в 3-4 раза. Для чего? Если человек уже в дефиците, в глубокой яме, его оттуда сначала нужно вытащить на нормальный уровень. Поэтому ему нужно в короткое время принимать вот именно эти витамины, чтобы его вывести на нормальное самочувствие. Получается, что, или, например, у человека плохо с сердцем, приезжает скорая, первое, что она делает человеку, это магнезию. Это магний. Он помогает восстановить быстро мышцу сердца. Магний В6, если вы принимаете в течение месяца, двух, смотря у кого какая запущенность, Получается, что у вас просто медленнее, если у вас нет острого какого-то состояния, вас медленнее, но оттуда вытаскивают. Но самое интересное, после того, как человек перестает их пить, он потом так же ничего и не пьет, ничего не меняет в питании. И потом говорит, ну а я опять заболел. Ну правильно, а откуда, что возьмется в организме? Получается, что есть терапевтические дозы. Вот их назначает именно терапевт, да, для того, чтобы поправить здоровье. А вот это назначается врачом. И на некоторое время. Есть витамины, которые для ежедневного применения, для обогащения нашего рациона. Здесь просто для того, чтобы восполнить нашу потребность, не потому что мы так решили, а потому что есть наука о питании. Она посмотрела. Вот если я метр восемьдесят два, вешу я восемьдесят килограмм, то мне нужно столько-то белка, на это мне нужно столько-то жира. И опять же мне нужно обеспечивать себя витаминами. Если женщина, или у меня свекровь, она метр пятьдесят ростиком, ей столько-то лет, шестьдесят, извините, семьдесят шесть, получается, что ей нужно совсем другое количество белка и другое количество витаминов. Вот здесь каждому, по каждой нагрузке, под каждый возраст, под каждый рост нужно рассчитывать свое. Но вот эту ежедневную добавку нужно добавить. Питание мы отрегулируем сами. Из питания мы получаем, можно так сказать, хорошо, если мы получаем хотя бы тридцать-пятьдесят процентов. Но, как я вам показала первый слайд, вообще, как бы, пять-шесть процентов. И это был двенадцатый год. Получается, что у нас питание не обеспечивает нас. А вот витаминные добавки в пэке, получается, вот здесь, если мы переворачиваем, мы пишем суточная дозировка сто процентов. Мы думаем, все, больше ничего есть не надо. Нет, поймите, что, например, наше основное питание, вот ваша тарелка, это пятьдесят процентов рассчитывается, что во всемирной организации здравоохранения считают, что в тарелке в нашей за весь день, вот все, что мы съели, должно содержаться минимум пятьдесят процентов от того, что нужно организму. А вот остальные пятьдесят мы должны получать из витаминов, из витаминов, которые правильно созданы, потому что иногда создаются синтетические, искусственные витамины. И, например, витамин В12, который колет, он искусственный, его колет очень большие дозировки, потому что он усваивается меньше. Но в таких количествах просто произвести его из натуральных ингредиентов, он бы золотой был. Поэтому получается, что нужно как-то балансировать, что у нас хорошо, у нас практически все витамины и минералы берутся из натуральных источников, формулы у них такие, как в природе, поэтому наши витамины усваиваются нашим организмом очень хорошо, потому что, в принципе, оказывается, организму все равно, какой витамин усваивать, главное, чтобы его формула была природная. И все. Если человек может создать эту природную формулу, вытащить ее из того же яблока, так замечательно. Мы просто не съедим три яблока, плюс получим сколько глюкозы, и получается, чтобы получить нужное количество витаминов, мы еще кучу сахара получим из яблока. А здесь мы выпили витамин, мы получили все, что нужно, и ничего лишнего мы не получили. Вот это очень важно, потому что сейчас у нас, как бы, мы не так активно двигаемся, чтобы сжигать этот сахар, который мы, может быть, там хотим съесть витамины в яблоках. Поэтому у нас и идет эпидемия оживления. Еще я хотела сказать, что вам, как бы, вы же знаете, что вы все пришли из детства, да, что мы все были детьми. И что самое интересное, что обеспечивает, вот, например, в 25 лет, ведь я тоже же от каких-то ресурсов оттапивала, и, скорее всего, то, что это было заложено, чем меня кормили родители. А когда я была маленькая, или когда я вообще была в утробе матери, я зависела от того, что кушает мама. Получается, у нас такой круговорот питания в жизни, и мы не знаем, откуда что началось, откуда что берется, да. То есть для того, чтобы маме родить, она должна готовиться еще с малолетства, да, вот Бубновский говорит, женщина, если девочка рождается, она, по большому счету, готовится стать будущей матерью. Это ее, ну, как бы, природное предназначение. Получается, что как мы обеспечиваем это, да, а нам еще же надо и учиться, и там, и жениться, и карьеру построить, еще что-то. А где эти, что мы обеспечиваем эти все потребности. И вот у детей мало того, что очень много сейчас нагрузок, да, мы должны, во-первых, себя перед, хотя бы, беременностью, да, готовить, кормить. Во время беременности мы должны правильно себя кормить, потому что ребенок, он будет вытягивать тогда из нас все. Вы хотите остаться красивой мамой, значит, вы должны обеспечивать то, что вы, как бы, должны себе и должны ребенку отдать. Получается, дальше мы с вами сейчас посмотрим небольшой отрывок, не буду долго ставить, от Натальи Таран. Это педиатр в Институте питания РАМ, и она немножко показывает, как бы, показывает в цифрах те продукты, которые мы с вами сейчас едим, и что недополучают наши детки. Вот, витамины... Вот, Наталья Николаевна Таран, научный сотрудник. И вот, вы знаете, мы провели исследование, и оказалось, что всего 12% детей следует правилам здорового питания. И это печально, это неправильно. И мы провели исследование. Раз дети неправильно кушают, значит, скорее всего, у них есть дефицит витамина. И выяснилось, что по всей России, в зависимости от региона, дети испытывают 70-100% дефицита витамина С. У 40-60% детей дефицит витамина А. У 40-80% детей дефицит витамина В. 10-30% недостаток железа, повсеместный недостаток йода и 40-80% недостаток омега-3 жирных кислот. А витамины – это те вещества, которые не синтезируются в нашем организме. И они должны поступать ежедневно с пищей в достаточном количестве. И нет в организме функции, которые бы не контролировали витамины. Это и иммунный ответ, и функционирование сердечно-сосудистой системы, и обновление клеток, и функционирование нервной системы, органов кроветворения, рост развития ребенка. Все это контролирует витамины. А омега-3 жирные кислоты очень мощно влияют на три основных параметра. Это развитие нервной системы, головного мозга, нервных волокон. Это развитие сетчатки глаза и развитие иммунной системы. Когда ребенок находится у мамы внутриутробно, он получает достаточное количество омега-3 жирных кислот. Когда он рождается, мама кормит его грудью. И он получает то необходимое количество омега-3 жирных кислот с грудным молоком. Если у мамы нет возможности кормить ребенка грудью, на сегодняшний день производители детских смесей уделяют очень большое внимание содержанию более ненасыщенных жирных кислот в смесях. Но заканчивается период грудного вскармливания, заканчивается период смеси. А в чем дальше остаются омега-3 жирные кислоты? Рыба. Рыба не часто бывает в рационе у ребенка. Растительное масло. Достаточное количество омега-3 жирных кислот в льняном масле. Я думаю, что оно не на каждом столе присутствует. В тыквенных семечках. Но это тоже не тот продукт, который обычно присутствует в рационе у ребенка. И поэтому дети начинают испытывать дефицит омега-3 жирных кислот. Света места пусто не бывает. В организме начинают свои жирные кислоты синтезироваться, свои кирпичики. Но это влияет на зрительный анализатор. Снижается острота зрения у детей. Блияет на нервную систему. Дети хуже запоминают материал. Дети хуже обучаются. И проведены исследования во всем мире. И они показывают, что IQ у таких детей достоверно ниже. И эти дети часто болеют. Ну, а витамины мы получаем с вами, конечно, в основном из овощей и фруктов. И вот тоже такая не очень утешительная информация. За последние годы резко снизилось количество витаминов и минералов в овощах и фруктах. Тот апельсин и то яблоко, которое было на столе в 70-х годах, оно резко отличается от того яблока, которое сегодня едим мы. Смотрите, в яблоках и апельсинах фосфор минус 30%, железо снизилось на 37-75% и на 40-89% снизились витамины А и С. В бананах такая же тенденция идет. Магний минус 25%, кальций, фосфор на 23-25% снизился и железо с витамином А на 55-57%. И эта тенденция, она продолжает расти, продолжает снижаться. Она очень важна, чтобы детям ежедневно поступало достаточное количество витаминов. Потому что жизнь сегодняшнего школьника, она очень напряженная. Когда ребенок 10-20 лет шел назад и в школу вступал, от него не требовали, чтобы он не только знал алфавит, но умел еще и читать, и писать. А в некоторых школах требуют, чтобы у ребенка были элементарные знания английского языка. Я недавно разговаривала со своей дочкой, и как-то я обычно контролирую школьную программу, а тут упустила из виду. И мы с ней разговаривали про синонимы, антонимы, я ей пыталась объяснить. Она учится во втором классе. Она мне говорит, мам, мы это прошли в конце первого класса. Я говорю, как? Когда я, например, великолепно помню, как в четвертом классе педагог нам объяснял все эти понятия. Да, усилилась школьная программа, усилилась интенсивность школьной программы. И, конечно, те ежедневные стрессы, которые испытывает ребенок в виде экзаменов, контрольных, ЭГЭ, это говорит о том, что его организм работает повышенно. И он требует достаточного поступления ежедневно витаминов, микроэлементов и омега-3 жирных кислот. Да, и поэтому встает, вот учитывая то, что дети интенсивно растут, учитывая то, что они интенсивно развиваются, и количество витаминов и микроэлементов в сегодняшних овощах и фруктах снижается, встает вопрос о том, чтобы обогащать рацион детей витаминами. Как это можно делать? Можно делать промышленным способом, когда обогащаются какими-то отдельными витаминами продукты питания. Но необходимо помнить, что при термической обработке витамины разрушаются. Или индивидуально подбирать поливитаминные комплексы для детей. Когда мы подбираем детям витамины, микроэлементы, необходимо помнить, что для ежедневного профилактического использования необходимо, чтобы в витаминах содержалось только 50% от суточной дозировки витаминов. Остальное ребенок должен получать с продуктами питания. И эти витамины должны содержать максимальное количество витаминов и микроэлементов в одной таблетке. Мы платим деньги и хотим, чтобы максимально полностью наш ребенок был защищен. Чтобы он содержал за эту цену не два витамина и два микроэлемента, как бывает в некоторых производителях, а полностью весь спектр. Вот витамины Wellness, это те витамины, которые разработаны в соответствии с рекомендациями Всеверной организации здравоохранения. Это те витамины, которые производятся только из натуральных ингредиентов, из экологически безопасных областей. Омега-3 жирные кислоты имеют запатентованный, уникальный процесс очистки. Обычно в своих лекциях я люблю рассказывать ступени этого процесса очистки. И они приготовлены в соответствии с стандартами GMP. Ну вот, не буду вам показывать все, но вы примерно понимаете, что, к сожалению, мы не можем обеспечить питанием все, что нам нужно. Хотя, по крайней мере, белком надо стараться. Если вам некогда поесть, можно спокойно брать. Это не спортивное питание, это дополнение к нашему основному питанию здесь белки и жиры, углеводы. То есть это полноценное питание. Я смотрела еще профессора Додали, и, вы знаете, он сказал, говорит, я тут сел и просто, говорит, посчитал, сколько лет наш народ находится в дефиците. И он, знаете, сколько он и считал лет? 120. Уже 120 лет мы живем в недостатке витаминов и минералов. Ну, скорее всего, и белка. Просто в тот момент он говорил о витаминах и минералах. Поэтому вы представляете, сколько поколений умещается в эти 120 лет? А как говорит Заболотный, что слабое поколение рождает еще более слабое поколение. По крайней мере, я знаю статистику, как-то встретила, когда ищешь, обязательно что-нибудь зацепишь, какую-то постороннюю информацию, что сейчас у нас очень увеличилось количество инвалидов. Очень. Именно деток рождается уже с отклонениями. Поэтому нужно думать уже, да, если у вас есть дети, готовьте их уже к будущему родительству, чтобы они рожали хорошее поколение. Раз уж вы их родили, сейчас уже начинаете кормить их правильно, себя сохраняйте правильно. Здесь вопрос, какого возраста можно употреблять wellness pack? Еще раз хочу сказать, что вот плюс нашим шведам, да, они исполняют российское законодательство до точки. Раньше wellness pack еще год назад можно было использовать с 14 лет. Сейчас наше законодательство изменилось, я не знаю, с какого, я как бы еще в эту тему, я только недавно об этом узнала, из каких они мотивов исходили, да, наши законодатели, что сейчас все БАДы можно употреблять с 18 лет. Я не знаю, что изменилось за это время, состав точно здесь не изменился. Скорее всего, что-то изменилось в головах чиновников, я не хочу от них зависеть, я хочу зависеть от себя и от профессионалов своего дела. Поэтому мой сын пьет wellness pack и моя дочь с 14 лет и даже немножко раньше, потому что их вес позволяет. То есть хотя бы минимально, чтобы было 40 килограмм. Но опять же, если придерживаться рекомендаций, с 18 лет можно употреблять wellness pack. До этого у нас есть, как вы видели, детские витамины, и вам нужно с 10 лет до 18 принимать по 2 витаминки. Но с чем я согласна? С тем, что в пэке у нас всего 2 капсулы омега-3, и здесь содержится всего 330 миллиграмм омеги. А дети формируются, особенно мальчики, вообще до 25 лет, организм формируется в среднем до 22 лет. Поэтому омега-3 жирных кислот им нужно больше. Им нужно 5 миллилитров, поэтому, чтобы капсул сок не глотать, это 8 капсул. Получается проще купить бутылочку, чтобы в жидком виде ее принять. Поэтому я, например, всегда у меня ребенок пьет wellness pack и рядом же себе наливает ложку и выпивает еще и омега-3 для того, чтобы обеспечить свои потребности. В этом случае решайте сами. Я вам дала рекомендацию. Скоро прямой эфир заканчивается. Спасибо, что пришли. Я рада.